Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Ставстейл Онлайн. Посмотрим, какую гонку добавили нам в загоне по пути к Дундулу, какие изменения были в него внесены, какие магические лошадки приехали к нам на весь июль, а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее, лежите, отдайте своих коней и поехали! Начнем как раз с гонки. Гонку нам добавили в данном загоне, где стоит наш любимый лесничий Льюис со своим лисенком. Данный загон находится вот здесь, по пути к Дундулу или же по пути из Дундулу в сторону раньше Старщина. Самый простой способ до него доехать это отправиться в Дундул и уже своим ходом через мостик сюда добраться. Данная гонка у нас становится ежедневной и дает нам 150 опыта лошади и, насколько я помню, 20 шиллингов Юрвика. Давайте же посмотрим, как выглядит эта гонка. Данное обновление вышло очень маленьким, очень коротеньким, поэтому специально для вас я сегодня пройду эту гоночку. Я такие гонки не особо люблю. Слишком много разных предметов, таких как заборы, доски, клумбы. Меня это не устраивает, особенно когда это проходится в загонах, где есть песчаный грунт. И вообще как-то мне сложно такие гонки проходить. Я больше люблю обычные. Ну а тут все-таки больше под свободный стиль, под вестерн, наверное. Может быть кому-то и зайдет, да я уверена, что многим, но я не вхожу в их число. А второе изменение, которое коснулось данного загона, это наконец-то добавление доски с разными схемами. Всего пока что здесь добавлено три схемы, но я надеюсь, что в будущем их будет намного больше, так как здесь две схемы, они именно тренировочные. Одна тоже содержит в себе бочки, доски, заборы, клумбы. А другие две схемы у нас просто с препятствиями и жердями. Так, надо сейчас открыть, я потеряла из-за два входа или вообще даже три, нет, по-моему, два, но они очень близко друг к другу. Также передаю привет всем тем, кто попал сегодня в это видео по обновлению. Да, мы получили свой опыт и гонка стала у нас ежедневной. Давай посмотрим, сколько она дает. Да, она дает 20 шиллингов, 150 опыта лошади и 50 к репутации юрвикски лесничьей мистфола. Так что такая гонка. Ну а теперь посмотрим, где же та самая волшебная доска со схемами. Она находится здесь, я ее не сразу нашла. Посмотрим. Во-первых, кстати, это пока что единственный загон. А хотя нет, извините, есть видимость. Просто теперь глазик находится здесь, он маленький и включается прям под карты. Да, непривычно мне еще. Вот такая первая схема, это препятствие для конкуру. Мне они очень понравились, очень много жердей. Это, наверное, вторая схема, которую я знаю, в которой очень много жердей для разминки. Это хорошо. Можно будет придумать разные маршруты и задания для ваших учеников, ну или для вас лично. Схема B содержит как раз очень много вот этих элементов, которые мне не нравятся. Но здесь есть канава. Вот такая вот, правда, странная, импровизированная, но тем не менее она есть. И еще мне всегда задавалось вопросом, почему здесь такая темная земля, как будто грязь с глиной после очень-очень долгого дождя. Ну и четвертая схема, это вот чисто разминка на повороты, заходы и жерди. Тоже пригодится вашему клубу для разных разминочных упражнений. Ну а также возвращение магических лошадей Ахалтикинцев, Кампас и Теллина. Данные лошадки продаются у нас на пляже недалеко от чемпионата Форт Пинта вместе со своими друзьями питомцами, волшебными скатиками. Скатики у нас продаются по, по-моему, 300, по 400 СК. Так что если вы захотели себе в компанию для летних прогулок по пляжу данных скатиков, запомните, их цена 400 стаконьцев. Ну а теперь цена Кампас и Теллина. Напоминаю, данные лошади основаны на модельке Ахалтикинца. Вот так вот выглядит Теллина в магическом виде и вот так в городском. Стоимость каждой лошади 850 старкоинцев. Кампас в магическом виде и в городском виде. Данные лошади будут находиться в игре до обновления в среду 19 июля. Если хотели себе в конюшне данных рыбешек, скажем так, то не забудьте дату, когда они отправятся обратно в теплое море. Ну а теперь мини-спойлер того, что нам предложат разработчики в течение всего следующего июля. Очень странно и непонятно. Мы не видим ни одного спойлера с мастями, которые нам обещали разработчики для нескольких пород. Возможно, они прислушались к игрокам и теперь породы и масти будут выходить не ежемесячно, а с неким промежутком. Мы видим много спойлеров, связанных с поездками с Ранчо Старщайна и, возможно, у нас появится Корда. Надеюсь, данная Корда будет интересным и увлекательным занятием, а не каким-то ежедневным квестом. Так что ждем официального уведомления от разработчиков на сайте игры, ну и просто следим за новостями в разных группах ВКонтакте по ССО. На этом все, обновление подошло к концу и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. И не забудьте приодеться по летнему к пляжному фестивалю. Субтитры подогнал «Симон»!